Встреча с ребенком раз в полгода. У журналиста жизнь неспокойная. Сегодня пришлось делать репортаж, в прямом смысле слова, с петлей на шее. Радистанцию стольяем. Пошел в губах. Да пусть тебе, еду. Буду разговаривать только с бабой. Спокойно, я переносила. Ты уже с бабой поговоришь? По легенде, развод супругов обернулся захватом заложницы. Первый раз, когда расход сутки, вода здесь начнется, это нет, сигнал на бат. Подъезжает начальник отдела, его сразу вводят в курс дела. Также к суду прибывает и вневедомственная охрана. Создается оперативный штаб. Мужчина в это время озвучивает требования. Он хочет забрать ребенка и подогнать к суду машину. На переговоры идет заместитель начальника отдела Любовь Лузенина. Вы готовы поменять вашу женщину на другую женщину? Я тоже женщина. Словомышленник соглашается, чтобы пристав проводила его до машины. Но как только все выходят в коридор, его тут же хватают сотрудники вневедомственной охраны. И выводят из здания. Внизу Буяна действительно ждет машина. Но за ребенком он уже не поедет. В реальности мужчине грозило бы суровое наказание. По статье 205 Уголовного кодекса за терроризм предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы. Но это только тренировка. И тут роль злоумышленника сыграл судебный пристав. Я считаю, что все сработали организованно, слаженно. Цели поставлены правильно. Задачи для каждого индивидуально выведены отдельно. Судебные приставы по ОПДС сработали так, как им было указано. Никаких замечаний у меня не имеется. Это были плановые учения. Такие в городском суде проводятся раз в месяц. На операцию по освобождению заложников судебным приставам и полицейским потребовалось около получаса. К счастью, в реальной жизни таких ситуаций не случалось. От себя добавлю, быть заложницей действительно жутко. Пусть даже это просто учение. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.